Кандидат химических наук Качев Сергей Викторович Графен получен на восстановлении окиси графена сверхкритическим пропанолом А вот есть название, пожалуйста Рад приветствовать вас на первой российской конференции по графену Тема моего доклада Графен получен на восстановлении оксида графена сверхкритическим изопропанолом Следует отметить, что открытие графена само по себе в 2004 году прошло незамеченным И Лиз после того, как вручили Нобелевские премии Гейму и Новоселову С графеном начали работать Интенсивно увеличилось количество выпускаемых статей Но все вот эти уникальные свойства, о которых говорят Подвижность носителей заряда, теплопроводность Высокая прочность, оптическая прозрачность Эти все свойства присущи лишь только одной чешуйке И какая сейчас основная проблема? С чем борется? Как сделать материал из графена? Такой материал, чтобы он не потерял все вот эти свойства, присущие одной чешуйке С этим сейчас все работают Графен — это слой углерод толщиной в один атом, состоящий из конденсированных шести членов колец Атом углерода в графене соединен из по два связи в гексагональную двумерную решетку Это основное определение, которое дается графену В зависимости различают четыре основных разновидности графена Первая разновидность, за которую дали Нобелевскую премию — это графен, полученный скотч-методом Это метод новоселого гейма Графен, полученный таким методом, используется лишь только для фундаментальных исследований Вторая разновидность графена — это графен, полученный из CVD-методом Третья разновидность — это графен, полученный испарением кремния, высоким вакуумом, из карбидокремния И четвертая разновидность графена — это графен, который получен восстановлением оксида графена Но когда мы читаем статьи, касающиеся графена, графеновых материалов То зачастую видим, что графеном называют графены графеноподобные материалы, которые содержат в своей структуре от 1 до 10 графеновых слоев Такие соединения, как правило, называют графенами или мультислойными графенами С органической точки зрения графен — это гигантская полиароматическая молекула И стабильность этой молекулы обусловлена сопряжением пи-электронов в углеродных кольцах Читая дальше, обзоры статьи То, что касается коммерциализации получения графена в масштабных, в больших количествах Здесь на первое место ставят метод по экстракции графеновых слоев из графита И заключение, которое дается по всем этим статьям Такое, что графен, который получен методом восстановления оксида графена Этот метод наиболее близок к практической реализации запуска крупномасштабного производства Этот графен, по сравнению с другими видами графена, с теми графенами, которые получены методом CVD Графен такой получается более дефектный Но, тем не менее, такому графену приписывают потенциальные применения и в создании устройств для хранения энергии В углеродной моноэлектронике, в композитах, в сенсорах, во многих направлениях И метод получения графена восстановлением оксида графена наиболее близок к получению больших количеств В данной презентации я хочу сделать упор на метод получения графена, которым владеет наша компания АКОЛАП Уникальность нашей методики заключается именно в последней стадии, в стадии восстановления К ней мы вернемся Первая стадия это окисление графита, хорошо известный всем метод Хаммерса Крандер, по схеме скажу, что используется природный графит, он окисляется сильными окислителями За счет этого на графеновых слоях в структуре графита появляется кислород, содержащий группировки Увеличиваются межплоскостные расстояния между графеновыми слоями в окисленном графите Если в графите это 3,35 ангстрем, то в оксиде графита это уже в три раза выше Соответственно получается такая рыхлая структура Но если ее обработать ультразвуком, то происходит так, что калитационные пузырьки Сфлокываются, выделяется огромная энергия И вот эта энергия способна просто разрывать уже ослабленные графеновые слои в оксиде графена, окисленные На выходе получается 1, 2 и 3 слойные оксиды графена, как правило Далее восстановление Восстанавливаем кислород, содержащий группировки, которые у нас возникли в процессе восстановления И получаем графен На этом слайде приведена схема, по которой происходит окисление природного графита Первая стадия это интеркалирование и окисление Соответственно, если использовать сильные окислители, такие как серная кислота с окислителем персульфат аммония Происходит окисление Внедряются ионы серной кислоты, окруженные молекулами серной кислоты Соответственно увеличивается местополоскостное расстояние Потом происходит гидролиз, дальнейшее окисление И на выходе мы имеем оксид графита Один слой оксида графита, оксид графена, приведен на данном слайде В дальнейшем мы получаем по действию мультразвука дисперсию оксида графена Здесь представлены результаты атомной силовой микроскопии По которым можно судить, что для этого изображения высота оксида графеновых пластин составляет 1,5 нм Такие дисперсии оксида графена очень устойчивы в гидрофильных растворителях В частности в воде Если мы будем производить дисперсии оксида графена в органических растворителях гидрофобных То увидим, что такие системы неустойчивы Буквально после того, как мы получаем, оксид графена выпадает в осаду То есть здесь какой основной говорит? Оксид графена это гидрофильное вещество За счет того, что содержит кислород, содержащий глюкервость на своих слоях Как я уже говорил, уникальность нашей методики заключается в стадии восстановления, в конечной Это восстановление сверхкритическим изопропанолом То есть изопропанол, который находится в сверхкритическом состоянии Такое вещество обладает уникальной проникающей способностью И за счет этого происходит восстановление кислород, содержащий глюкервость Изопропиловый спирт при этом превращается в ацетон И выделяющийся водород способен восстанавливать эти кислород, содержащие глюкервость И здесь какое преимущество? Все методы восстановления, которые существуют на данный момент Не позволяют полностью восстанавливать оксид графена Оксид графена в конечном итоге так или иначе содержит кислород примерно в 10 массовых процентах Дальше восстанавливать оксид графена сложно Изопропиловый спирт позволяет восстанавливать оксид графена еще больше То есть мы достигаем содержания углерода примерно 98% Здесь предъявлены характеризации Метод CHN анализа Методом Рамон-спектроскопии показано Что при восстановлении происходит уменьшение числа графеновых слоев в структуре Графит это 2D полоса Методом ICA-спектроскопии показано Уменьшение Точнее исчезновение интенсивности полос Которые соответствуют кислород содержащим группировкам при восстановлении И методом рентгенов от электронной спектроскопии Показано уменьшение интенсивности пика О1С И соответственно концентрация кислорода Которая была определена в восстановленном оксиде графена Составила 5,5% Но при дальнейшем анализе При разложении таких спектров рентгенов от электронной спектроскопии Следует, что половина кислорода относится к воде отсорбированной Соответственно здесь такой тоже вывод назревает Что графен в момент получения он очень легко сорбирует воду Таким образом по сравнению с другими методами восстановления Которые сейчас есть Наш метод позволяет получать практически без кислородных графен И не требует ни жестких условий проведения реакции Ни ядовитых каких-то реагентов Это Green Technology И этот метод способен По этому методу можно получать граммовое количество Десятки грамм в одном эксперименте Этот метод масштабируем Здесь приведены снимки сканирующей электронной микроскопии Видно, что в слое прозрачной просвечивающей электронной микроскопии А на северонной микроскопии Наш продукт содержит от 1 до 10 графеновых слоев в конечном итоге И такой продукт и восстановленный оксид графена И оксид графена наша компания продает Продает в виде порошка, в виде дисперсий различных Помимо этого мы оксид Из оксида графена и восстановленного оксида графена Делаем наночернила для принтерной электроники Разрабатываем На данный момент у нас отработана Хорошо методика получения серебряных наночастиц Наночастиц на основе платины Печатаем такими чернилами на дематиксе Это высокотехнологичное оборудование Принтер специально заточенный И разрабатываем наночернила на основе оксида графена и графена В целом это упрощение существующей на данный момент Тонкоплёночной технологии создания электронных устройств Другое направление это разработка методик получения пленок и нитей на основе графена Нами также разработан гель оксида графена Это гель с высокой концентрацией Более 7 мг на мл концентрации вещества Из такого геля можно делать пленочки Снимать с подложки и скручивать в нити И наблюдение, которое было сделано Что нити скрученные из пленочек оксида графена Обладают высокой прочностью И прогнозируется, что модуль Юнга для таких нитей из оксида графена Будет более 70 гигапаскал Что сравнимо с Юрг-алюминием на сегодняшний день Другие направления нашей компании, которые касаются графена Это создание пленок из оксида графена И восстановление их лазером до 1-2-3-слойного графена В конечном итоге Хочу еще напоследок сказать, что Существующих потенциальных применений графена очень много Но опять же повторюсь, что я в начале доклада сказал Все уникальные свойства, о которых говорят Они присущи одной чешуйке Одной пластинки А как сделать материал, который бы не потерял Вот эти свойства, присущие для одной чешуйки Вот это основная проблема Если эта проблема будет решена в конечном итоге То все вот эти устройства, о которых заявляет сейчас мировое сообщество Они все будут сделаны И все будут в производстве Спасибо